всем привет дорогие друзья проверяя запись добро жаловать на обзор варкапа под номером 306 мапа карта мапа q ps2 как видно слева внизу теперь я все обратно вернул в общем давайте посмотрим дэвок много затягивать не будем и готовьтесь к тому что буду очень много зевать потому что это строй в общем-то я по ней немножко попрыгал и ничего как бы на вне особенного прям такого нету понятно что здесь свои какие-то будут роуты и скипы минус жампы и так далее но это все как бы дело второстепенное так скажем то есть это все дело рота она вообще простая то есть пройти и смог бы любой абсолютно даже ну ладно я не буду шутить вот в общем-то поворот туда-поворот сюда здесь очень противный вот эта ступенька особенно 2-3 думаю и собственно все 39 696 на радость демону поставил такой тайм задрачивать я еще я ее сейчас конечно не буду хотя вроде прикольно и можно поиграть так типа немножко да она простая как 3 рубля и не знаю в общем давайте смотреть дымки и перед тем как мы начнем смотреть давайте во-первых поговорим о том что вообще у нас очень много дымок на страйфах появляется очень много новых игроков это все безусловно приятно но ребята давайте мы с вами договоримся вы мне напишите в комментариях точнее я у вас спрашиваю как лучше поступить все говорят что вуди заебал делай на топ-15 дымок обзор и все потому что дымок много полутора часовой обзор и мне все эти дымки смотреть пересматривать тоже не хочется с другой стороны я понимаю что кто-то из вас посылать дымку чтобы я оставил свой комментарий но опять же старайтесь лучше чтобы попасть в 15 я покажу тогда либо топ-20 да потому что дымок бывает очень много на прошлый стрейк там какой-то не помню какая-то нудовская по-моему карта да там фио что-то там там просто куча дымок я посчитал примерно по времени это будет очень долгий обзор и этот будет обзор не менее долгий сегодня в этот раз я конечно посмотрю все дымки но ребята давайте это напишите мне в комментариях так сказать как мне поступить потому что иногда количество дымок даже отбивает желание подумать о том что нужно записать обзор на эту карту понимаете да поначалу то конечно это было классно когда по 5 дымок в каждой физике и все и сейчас классно очень много дымок но в общем вы суть вопроса поняли напишите мне как мне поступить и самый так сказать распространенный вид решения уже зевая подтягиваюсь и самый в общем то адекватный может кто-то идея получше придумают предложит в общем то предлагайте посмотрим и решим в сообществе там в сообщениях на ю тубе напишу если что как порешал ну и в общем то все давайте смотреть мистер грипп 56 и 2 целую минуту просто понимаете да это 20 дымок выку три по минуте почти все после дымки мы не базарим мы сразу включаем следующую так здесь у нас грипп немножко лагает это нормально очень много запинался конечно такую дымку не стоит отсылать в целом вроде бы движение неплохие то есть повороты выку три очень даже хорошо смотрится уверенно что я могу сказать уже начала и уже началось ребят все я зеваю я не за мне мне скучно смотреть стрель мне не скучно только поймите правильно как я говорил и тот его все разы остальные мне не скучно смотреть именно ваши демки мне скучно смотреть стрельф в целом анг это прыгает там minder кто угодно мне скучно я начинаю зевать так ну в общем то все нормально и основные так сказать комментарий сказал все 5 и 3 каменный енот так они тихо ли дефраг наверно нормально да ты слушай будет тише чем громче так ну здесь что здесь поувереннее то есть и вот не заткнулся да но вот не самые оптимизированные потому что здесь на повороте пришлось прямо останавливаться а там есть всякие на стенах и вертикальные рампы которые помогают в повороте q3 вот как здесь например да видишь противоположная стена здесь он наверное не нужен не нужна но я просто показываю как вот это ангрида вот и мне ударился и сохранил чуть чуть больше скорости чем если бы останавливался но у стрейф в целом не такой прямо уверенный как у мистера гриба но исполнение гораздо лучше у енота конечно нажать прыжок поменьше и все будет хорошо так skyx 53 8 вот уже более тоже уверенный такой правда чуть там зацепила старте но ничего страшного так давайте 3 связи а то эти кирпичи на ю тубе развалится и будет мишанина и не картинка но все нормально вроде когда то есть стрейк уже по приятнее по увереннее вот здесь правда немножко завтыкал на этом очень много времени на самом деле потерял и здесь прямо остановился хотя можно было просто чуть пораньше поворачивать на понимаю что не хватает возможно опыта кого-то виденье то есть я вам просто указываю мне постоянно кажется что я вам когда говорю что вот тут вот типа плохо тут плохо а я об этом уже говорил на каком-то обзоре но вдруг кто-то пропустил и мне постоянно кажется что вы подумаете у сука я старался а ты думаю типа засрал ну я не засираю я же просто отмечаю допустим вы не понимаете да что почему кузгух вот о кузгух кстати появился кузлех спасибо что привел кузгуха кузгух привет в общем то я к тому что почему бы наверно вдруг skyx skyx не понимает почему кузгух на сотку быстрее и вот я говорю что допустим у skyx а неважно какая демка у кузгуха я говорю что skyx вот тут врезался там потерял тут потерял там грубо говоря пол секи потерял в итоге вот и результат как бы а мог бы допустим перебить и кузгуха и керфа да но я просто к примеру так что просто для себя отмечайте карандашиком короче кузгух 53 7 на соточку побыстрее бывает вот сразу наверно картинка поприятнее стало текстуру кулая сумму нету 5 текстур тоже хороший вариант по рампе и он сразу начинает получается немножко заворачивать то есть вот этот момент уже получше здесь конечно врезался но это не сильно прямо критично еле как долетел неплохо но здесь уже траектория не очень хорошая потому что придется вот так вот сбрасывать очень много это не очень хорошо вокруг 3 главное делать себе рот на сохранение скорости максимальной скорости то есть где-то какие-то повороты ходить заранее чтобы потерять как можно меньше скорости но в целом нормально все хорошо кузбук даже вот отдохнувший судя по всему до оп-хоп такой в топ-20 залетел красава кузбук все хорошо прыжок жми меньше как и все вы собрайся кирф you care if you watching i'll try speak english this time good jobs really good jobs i mean pressing jump button it was good at start really good area а а и и Преверсий тур может быть лучше, если вы просто используете грандфрейм и вы просто хитвы на поле, это не очень хорошо Так, твоя траектория не очень прямая когда мапа идет прямая, если вы понимаете Так, К42 К42 52 А4К42 Это из 13-го района Хе-хе-хе, север Так Ну сенс высокий, это сразу видно Возможно, у нас появился зерк на варкапах решил, так сказать, это самое Но вот опять же, здесь я не уверен, что это хороший вариант Эвкатришного начала Но он, понятное дело, самый простой Но я не уверен, что это самый лучший будет Даже если его просто хорошо прострейфить И здесь опять же, траектория, видите, получается не очень Ну много запиночек, но в целом хороший уверенный стрейф Ничего такого плохого не могу сказать В целом очень даже ничего Даже граунд фреймы Граунд фреймы вообще хорошие получаются Если кто не знает, то были, поступали некоторые вопросы Если кто не знает, граунд фрейм Это когда ты на земле Проводишь очень мало промежуток времени Чтобы повернуть и поворачиваешь дальше Я думаю, мы у Кето такого много увидим Поэтому я еще обращу на это внимание Ну и у остальных Тоже самое, в общем-то, ну очень даже не плохо Хорошие граунд фреймы у Ка-42 Квейки 58 Ну вот это вот Когда Ну ладно Ну вы поняли, что такое Да, этот граунд фрейм Вот здесь, как будто бы Чуть-чуть лучше траектория Потому что здесь Хотя, ну не знаю, ну спорта Короче, спорта Тут кутрификами, на самом деле Как лучше Надо это все тестить Вот граунд фрейм, допустим, был А вот еще граунд фрейм То есть, чтобы повернуть Ты на земле проводишь Чуть-чуть времени без прыжка Чтобы повернуть И сбросить немножко скорости И в этом случае В граунд фреймах побеждает тот Кто делает эти граунд фреймы Как можно четче То есть, как можно меньше проводит На земле времени При этом эффективно поворачивая В необходимом месте Ну нормально Все по траектории хорошо Сам стрейф Попадание в фут Тут не очень прямо классное Но, в принципе, достаточно Как бы, я думаю Для такого средненького уровня Очень даже хорошо По траекториям Тоже вроде как все неплохо Хороший граунд фрейм Правда, был там на старте где-то Запоролся, но Ничего страшного Так, Пашка 57 Я попью кофе Я попью кофе Вот, допустим, Пашка Через лево чуть-чуть Да, решил Ну, фиг знает, фиг знает Интересно, на самом деле Посмотреть старт именно у кета Ну, вот Пашка, я вижу, что иногда Очень долго жмет прыжок В некоторые моменты Это И это понятно, что ты Я понимаю, что ты испытываешь, так сказать Потому что я, допустим, на пушках Также на ракетах Там каких-нибудь прыжок Просто заранее Жму, чтобы точно прыгнуть Типа и дальше прыгать Но это на пушках А на стрейфах Такого желательно не делать Вот как на рампе, допустим То есть поднимаясь на рампу, ребят Вы можете набрать очень много скорости Но из-за того, что вы жмете Я понимаю, что вы боитесь, что вы пропустите прыжок Там не успеете нажать, еще что-то Но нужно пытаться нажимать его на рампе Тоже кратковременно, чтобы Набирать при этом скорость Потому что любой набор скорости на карте очень важен Так, а что это? Прямо все на одну страницу уместилось? Неплохо Так, Кузлех 57 Я устал уже, ребят Можно я помолчу? Кузлех, ты меня извини, но Ладно, я поговорю с тобой Блин, 14 минуты обзора, я уже устал Еще жабки что-то становятся Ну вот, вроде неплохо Правда, мне кажется О, даже Кстати, у Кузлеха виден прогресс небольшой Какие-то мелочи такие, да Я могу улавливать Что в некоторых ситуациях Он, допустим, не набирает скорость Чтобы не грезаться То есть он понимает Что при наборе скорости Его чуть-чуть смещает в сторону И если он будет набирать скорость В какой-либо из сторон стрейфа То он врежется И он иногда не набирает И это видно И понятно И типа это прогресс Это человек начинает понимать Мелочи разные Что Типа Не обязательно набирать скорость всегда И иногда лучше не набирать Но это ситуативно, естественно Понятно, что если вы вообще не набираете скорость на карте Вы со старта не извинитесь Ну короче 53 Happy Счастье Счастье прислал демку Я так счастлив, что ты прислал демку Happy Я так счастлив, что в цпм 40 демок Ну вот не очень хорошие граундфреймы Но стрейф вроде как уверены То есть выглядит Выглядит Вполне себе Граундфреймы Да Граундфреймами Над Circlejump Типа да Таким своеобразным Нужно Потрудиться Еще Потренироваться Тот решил просто по касательной Но вот здесь В этом случае Мне кажется Это не совсем Хорошая траектория На последнем Повороте Все-таки надо граундфрейм Поворачивать Либо в целом Какой-то другой рул Должен быть Так Максвелл Дозди 49,2 Че там Немутое Че Немутое ПБ Да Так Я помню Максвелла Мы Обучали Колфбиту Применит ли он Навыки Соскользнул Я не думаю Что планировал Я думал Я думаю Что ты не планировал Соскальзывать А ты хотел Перелететь Но тем не менее Соскальзывание Тоже сыграло Хорошо Хорошо Хороший граундфрейм Хорошо Подрезал Здесь И вот Здесь Да Вот так Вот Где Халвбит Максвелл Ну Хорошие граундфреймы Кстати Очень хорошие граундфреймы Стрейф В целом Тоже уверенный Прыжок Вроде как Мет Хорошо Под конец Правда Немножко Подрастерялся Но В плане Неплохо Ну В общем-то Нормально Нормально Все Максвелл Так 49 и Ой 48 и 4 Мраза Тоже Соскальзыванием Правда Другой часть карты Но Ничего Но Стрейф Хороший Стрейф Более четкий Видно Что Более Четкий Проверен Вот Холл Бит Объехал То есть По траектории себя подровнял холл битом Неплохо Да 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 Хороший гранд фрейм и здесь Прямо подрезал нормально траектории себе еще и не врезался Ну и в конце тоже это чуть-чуть не до стрейфил так стать блин нормально классно гад на украина харьковском 77 Сколько Сколько 32 32 32 Да Так Подлагала опять что-то Что-то у всех подлагивает Молс хотел уже банить вас всех за то что вас лаги думал вы 4 но мы его отговорили уговорили его отдать вам еще один шанс Так здесь хороший был гранд фрейм очень хорошо про стрейфил и здесь тоже очень хорошо по траектории идет главное сейчас нигде не врезаться Очень хорошо тоже уверенно стрейфинг холл бит подъехал на прямой но нормально нормально все вроде как уже неплохо Гмук точка 47.7 Так интересный роут То есть вот так вот Тоже много скорости гранд фреймы хорошие Более четкие Но вот здесь тоже надо было бы гранд фреймом поворачивать мне кажется Потому что так ты очень волнисто получается идешь и это медленнее будет в теории А вот здесь как раз таки да не надо гранд фрейм надо стрейфить максимум там хорошая рампа вертикальная которая нормально пихает А вообще отлично про стрейфил вообще хороший 47.7 Томми 47.6 так 47 секунд у нас очень много людей Ну все хорошо броня Ну все хорошо броня Но здесь хорошо заверну Будет ли тут да Тут есть гранд фрейм Стрейфинг максимум И тоже достаточно много скорости на финише 1200 Да прям хорошо прям нормально Так аренд 47.08.8 С большим отрывчиком большим классики Не очень прям хорошие гранд фреймы Но в целом достаточные Тоже хорошо здесь дела в порядке так сказать Вот С гранд фреймом значит И здесь очень рано сделал эту остановку Это тоже по идее плюс То есть фактически это минус прыжок И гранд фреймом здесь Ну вот здесь конечно скорости на финише ты теряешь То есть в конце где-то У тебя немного неправильная траектория Тебе надо было бы Сделать как предыдущие твои оппоненты То есть врезаться на полной скорости В эту вертикальную рампу Или как сказать горизонтальная рампа Короче без разницы Вы меня понимаете Вертикальная рампа да Рампа Как правильно без разницы Короче 47-0 вовка топ-4 Между прочим Вовка уже топ-4 в кудрис стоит Ну тоже не самые прям эффективные Хорошие так скажем гранд фреймы Меняет пушки как хулиган Но извини вовка это смешно Такой хулиган Но да весело Так хороший гранд фрейм Кстати был перед рампой И очень хорошо здесь скорости А вот здесь к сожалению мне кажется Немного неправильное решение Все таки там надо гранд фреймом заворачивать Я считаю И здесь впиливаться в стену Опять же угол Ударов в стену не совсем корректный Да то есть потерял много скорости Прострейфил конечно хорошо И очень качественно исполнил Некоторые повороты Но мне кажется основная ошибка это вот Роуд Что Как бы Возможно это кажется быстрее Потому что не получается хороший Гранд фрейм Но с хорошим гранд фреймом Другой роуд который казался медленнее Он будет гораздо быстрее Ну то есть я не знаю как прямо объяснить Но в общем Тоже все хорошо Вот я думаю что гранд фрейм без дела Там где я сказал в общем то И возможно Перебил бы вот на 300 Как раз она мидплеер 46.7 Здесь вообще видите Одним гранд фреймом Решал И это должно быть быстрее По идее Здесь тоже по скорости все хорошо пока На рампе тоже гранд фрейм Да вот видишь вовка Так по идее будет быстрее И врезаться в рампу Вертикальную Вертикальную Которая там На повороте Ой На финише как много потерял Ой-ой-ой-ой Ну стрейф хороший конечно Но блин Финиш это вообще обидно На самом деле Так 46.6 Айди Айди Тильскейл Даймс créer Но тоже через 2 ткф а Но мне кажется гф вы alsa Использовать как бы По минимуму Так сказать хорошего стрейф здесь тоже хорошо вот здесь да вот единственное думаю что гранд фрейм на рампе это конечно красиво но не у него очень эффективно так сейчас он здесь режется здесь гранд фрейм и он будет в левую стену сейчас врезаться нет не будет он так завернул но опять же много скорости теряется мне кажется там надо врезаться в левую стену и себя как можно правее направлять стрейф целом хорошие вот получается что немного спорно делать и гранд фрейм там где вовки все говорил и где делал она мид player но мне кажется при хорошем так стать хладнокровном расчете как у кита все будет в порядке давайте посмотрим как на самом деле надо возможно конечно не прав вот с одним гранд фреймом пожалуйста и здесь тоже подрезал чуть нормально и здесь все-таки гранд фрейм траектория становится меньше здесь гранд фрейм здесь франку не врезается здесь просто очень качественно все сделал так будет ли в левую стенку врезаться да видите он врезается и себя направо направляет таким образом он сохраняет больше скорости об вот эту вертикальную рампу и рампу что-то в конце него прям мандраж какой-то видимо все получилось прям как хотел и вот пожалуйста 44 и 4 да но как много дэм о фракир отправил фракир привет привет фракир так радио кала какой-то новенький у нас белорус я видел в комментариях его сообщения ну в общем она так 49 и так году у нас цпм я сейчас офигел чуть что череп просто заворачивает и кудри но это цпм так но раут так с этим кудришный почти до не считая поворотов уже быстрее моего теста на 120 было чек но думаю что очевидно плюс большущий плюс что ты умеешь есть ты смотришь этот обзор ты умеешь поворачивать кнопками стрейфа то есть только а или д не очень хороший плюс так сказать или точнее сказать минус в том что ты не очень уверенно себя чувствуешь в худе в этой зеленой полосочки так вот поиграй пады как я всем говорю поиграй пады немножко просто там и для разогрева поигрывай какие-то пады можешь комментариях или в чате на примере спросить тебе подскажут какие-нибудь карты простенькие либо если я буду там что вряд ли я напишу ну в общем то не стесняйся общайся все мы так в большинстве своем добрые и отзывчивы так быстро x8 387 то что-то x8 не растет у нас не совсем совсем прям чуть-чуть подрастает но не сильно так здесь вот так вот решил хороший хороший вариант так боковыми поворачивать еще пытается подстреливать неплохо здесь немножко побоялся перелетать сразу еще скорости потерял и но это конечно не очень хорошо пытается даже как-то слаб до пытается новый человек стрейфить по снапу и это хорошо потому что у него уже есть какое-то понимание как снап работает это очень хорошо так и дискиф на вайс или на висе или кто или иди кто 385 и диски да вот тоже как как будто бы по снапу но возможно слаб не включен либо просто пока нету ориентирования но он видел что так делают значит так надо но на самом деле нет лучше стрейфить как обычно пока что на ранних уровнях на ранних стадиях так сказать а потом уже прикреплять snap когда будет владение так сказать своим мундом плюс минус ну и повороты совсем на боковые кнопки отсутствуют это конечно небольшой минус но целом прострейфил неплохо спамил в конце прыжок типа тоже рампа да а бывает на рампе что ловишь рандом возможно это кто-то из жестких олдскулов залетел на карте нету вообще обов у нас компилины сделано без глобов и даже если на сервере включены обы вы не словите ни один об поэтому бояться не стоит я когда цпм досмотрю рот пару свой смысле так коробки этот енот каменный ракун 377 правый церкл вот боковые кстати вновь поворот на боковую кнопку очень хорошего енота то есть очень плавно почти не сбрасывает скорость ой тут резался немножко ну ладно очень долго жмешь прыжок енот не жми так долго прыжок у меня живут заурчал понимаешь что ты делаешь со мной не жми так долго и 64 вовка ну ловка у нас у кудритель больше старается поэтому в цпм чего-то прямо ожидать не стоит наверно ты значит рампу совсем решил пропустить но поворачивая на боковую еще и потерял скорости лучше на рампу на рампе потерял ту же самую скорость есть тоже по более широкой траектории ну и в целом чистенько типа да нигде особо не врезался единственно что по траекториям конечно не очень оптимально а так вполне себе 345 с большим отрывом на 2 секунды кинайн ансин андет калант про про через рампу проходил ну на боковые поворачивает очевидно чуть получше и да что-то снапит нормально скорости нормально все чистенько стрейфить уже 39 ой 33 9 шихуа тоже вроде как как будто есть какое-то понимание снапа да но так не скажешь это может казаться пока что все через кнопку вперед но здесь поворот надо обязательно я думаю через в данном случае здесь тоже через боковую кнопку поворачивать через боковую кнопку надо уметь ребят так нельзя скорости конечно много и все чистенько и хорошо про стрейфил но минус большой в том что ты не поворачиваешь боковыми кнопками 33 6 же косу тоже хорошие хорошая рампа хорошо прошел но тоже без боковых кнопок пока повороты так ну да еще и дабл джамп но вот видите из-за того что вы поворачиваете на кнопку вперед вас заносит как бы да то есть у вас траектория сразу уши 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 и прыжок ты кстати же косу очень много жал я все видел вы думаете если не говорю я не вижу я все вижу просто иногда мне лень говорить это тысячный раз и гриб тоже долго жмет но он по крайней мере поворачивают боковыми кнопками поворачивает поворотом так сказать и много скорости 1500 вообще добрал нормально все хорошо все чистенько аренд 33 4 так что чё там за 33 фпс тоже через рампу ну тоже число вперед это конечно минус вообще большой так не нужно так делать конечно не нужно так хэппи 33 1 тоже в онлайне где-то да походу эссенс кстати видно что достаточно низкий очень все качественно выглядит плавненько выглядит все прямо хорошо и перелетел здесь и здесь завернешь блин нормально вообще вообще нормально и здесь да ну ты поздно начал конечно добирать скорость но прошел отлично я тебе так скажу отлично прошел хэппи все 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 хорошо так труф к труф проснулся 32 9 к труф когда к труф рано тим 2 или сколько там ценовая карта давай ждем к труф так все хорошо пока по роуту правда стрейф конечно хромает набор набор самой скорости подхрамывает но по траекториям пока все неплохо и здесь завернул ой на дабл джампе 70 потерял бывает еще кстати у хэппи я заметил все все классно но когда поворачиваешь на боковую тебе нужно поворачивать чуть чуть быстрее то есть я понимаю что ты наверняка знаешь если будешь слишком быстро пытаться поворачивать ты будешь терять скорость так вот тебе нужно вот эту вот серединочку золотую когда ты будешь поворачивать эффективно и набирать при этом скорость ее надо обязательно найти и я знаю что ты скорее всего знаешь что ее надо найти но я просто тебе к тому что очень много времени теряется на долгих поворотах и если ты хотя бы в некоторых случаях будешь чуть чуть посмелее мышку вести и будешь быстрее поворачивать тогда тайм гораздо будет лучше то есть ты если бы повернул там лучше да везде особенно на первом повороте после рампы ты бы перебил наверняка катаруфа потому что у катаруфа хорошо с поворотом но все не очень с набором скорости а у тебя наоборот хотя у тебя все и плавнее да и вот это все но как видишь плавность она не так сильно решает как траектория со средний набор со средним набором скорости синтакс 32 4 из воронеза так раундфрейм и китов cpm это я конечно не одобряю мэйби ну мэйби мэйби т т пишет мэйби нет вот на рампу упал вот хорошо повернул дабл джамп потерял скорость попа вот хорошо повернул потерял опять же потерять скорости при свиче поворота с поворота на стрейф тоже хорошо повернул рампу зацепил и 1400 здесь повернуть и сейчас сразу стрейфить вот 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 все хорошо вот не хватает опыта стрейфа на высоких скоростях играйте большие карты на скорость я не знаю просто берите маппера кого можно взять спринга например у него есть длинные карты вот играйте их длинные карты на скорость играйте чтобы на больших скоростях ориентироваться как стрейфить лицевая 3 сергикус белорус интересный церковь боковую кнопку умеет уже хорошо так на рампу хорошо повернул потерял скорости там при свиче опять же с поворота на стрейф очень часто бывает вопрос как не терять скорость при свиче да с поворота на стрейф очень просто не торопиться не надо торопиться сразу стрейфить надо сделать все четко сначала все отжать поставить мышку в нужное направление а потом уже стрейфить либо потом уже поворачивать то есть в обоих случаях скорость бывает теряться вообще все четко классненько но кузлех вы посмотрите что делает кузлех мы почти мы почти сделали этот обзор ребят кузлех а где кузгуху цпм кузлех ты чё кузгуха vq3 привела цпм ты даёшь конечно блин 31.9 кузлех просто развалил на рампу попасть не ну ладно но здесь зато скорость не потерял не как все так сказать так все хорошо прям стрейфит смотри как стрейфит как сейчас от стрейфит на пыль так все помечаем видео не для детей очень хорошо в конце правда можно было бы конечно получше добрать но очень хорошо все прострейфил пузлех красава 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 так стеза 39 на секунду быстрее пузлех а ничего страшного пузлех не расстраивайся всегда есть кто-то кто лучше тебя есть посмотри в сторону так сказать восточных стран точнее да восточных так так очень много скорости дабл джамп почти 1400 заворачивает еще на рампу падает все хорошо все отлично сразу стрейфить стрейфить здесь сразу ну прыжок долго жалок понятное дело что невозможно немножко поволновался там еще что-то но очень много скорости за счет скорости и победил кипиш так и пишем мы смотрим да значит это кипиш и смотрим на третьего лица парк юрского периода так на рамку попал ну про стрейфил финиш явно получше хотя вот на этот дабл джамп в конце попал это конечно ты его почти как бы заскинул ты на этом чуть-чуть точку потерял я думаю что пока мне показалось что и скорость там потерял 38 аннивит плеер кантри хира мы не знаем кто это тот же аннивит плеер что и внутри третье место я так понимаю так этот аннивит плеер видно знает snap умеет snap рампа ему не нужна потому что он знает snap очень хороший стрейф прямо очень хороший перелетел потерял на свитч опять ну что добился потерял на повороте потому что была траектория неправильно здесь кнопка вперед тоже приемлемо но стрейф от этого лучше не стал и почти почти добрал то есть я думаю что здесь очевидно старт решает а финиш не очень конечно хорошо получился 29 девушар кости USA yo shark rbc when и а и что и 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 bad at english, but a lot of speed and strength, yeah, good, good strength, super, superior strength at the end, nice shark и луч перевел шарка на 20, бывает, бывает шарк, не расстраивайся, шарк, ничего страшного просто всегда есть кто-то лучше, с этим надо жить, с этим надо смириться и пытаться просто быть лучше себя, надо стараться быть сегодня лучше, чем вчера, так сказать, так, что повернул, сразу стрейф, нет, здесь сразу стрейф, 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 почти, как, что, ты где 200 упсов потерял, лунтик, ты что мне прислаешь такую фигню вообще, теряют, блин, скорость он, 29,1, фракир, ударился на рапстоун за тебя, лунтик так, фракирка, привет, давно, так, кстати, не виделись, тоже фракир уже все в snap умеет, фракир уже не тот, в смысле, фракир уже гораздо сильнее, очень много скорости здесь, прямо дофига скорости, и по спейс-нибудь хорошо здесь на условный даблджамп, хороший поворот, правда, на рампу не попадает, но я думаю, что это условность, и, ой, 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 вы посмотрите, как фракир стрейфит вообще мне кажется, в том году фракир бы в жизни такой тайм не поставил, а в этом году, смотрите, что делать, смотрите так, началось год, 29, ну все, пошли нормальные демки, наконец-то можно расслабиться и говорить просто, что, ну, медленно и все, snap уже в этом, так сказать, случае, я так понимаю, все знают, все умеют snap так, 1500, немножко подзбросил скорость, вот здесь неплохо вышло, рожь, поворот, сразу стрейф, стрейф, сразу стрейф рожь, не стреляй, денег не будет, так, ну, точка, 29, 0, ровно, ровно, 0, точка, красава 1000 скорости здесь, на рампу, 1200, ой, 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 поворот очень долгий, это минус, здесь даблджамп, возможно, это плюс для спейсинга, да, все хорошо, здесь хороший поворот, нужно, хорошая, на рампу, молодец, правда, чуть как будто потерял скорости, хороший стрейф в конце, очень хороший, и snap, и snap оттянул через кнопочку вперед, все, все правильно, все грамотно, ну, точка, красава, justgamer, нифига, посмотрите, что justgamer делает, вы помните, на прошлом варкапе, где он участвовал, я вообще офигел, что-то с того, что justgamer делает, это жестко, минова тоже вернулся, все, все круто, а чит, а чит, это который, AC kisses, да, это ты, напиши мне, а то у нас два отсюда появилось, это, немного путаюсь, так, 28, на фрейм, тупо зафреймил, так, в каком зерк ТВ, это я рекомендую тебе устереть это, а то, так сказать, это, твой комп умрет через 7 дней, так, хороший поворот, хороший даблджамп, тоже очень много скорости, не добрал до 1400, но ничего страшного, добрал здесь, лишний прыжочек, на самом деле, сделал, но поворачиваешь, очень, тоже хорошо, лишний подстрейф был такой, не самый полезный, лучше было бы раньше начать поворачивать, и потом раньше начать полностью стрейфить, а так ты, получается, попытался подстрейфить, и потом, возвращаясь обратно на поворот, ты ту же скорость, грубо говоря, которую настрейфил, ты ее тут же потерял, то есть, это бессмысленно просто, а лучше просто ровненько повернуть, набрать скорость, не теряя ее, и потом начать стрейфить чуть раньше, так, минова очень плотно идет, очень плотно минова из так, тоже все хорошо, поворот достаточно такой длинный, но учитывая данную скорость, я думаю, что это приемлемо пасмузывает rain, это мы знаем и в конце тоже хороший стрейф тысячи пятьсот пятьдесят, вообще отлично, вообще отлично, ну-ка йоу, ну-ка good circle так, здесь более узкий поворот скорости поменьше, но траектория на старте было получше, и в целом, сейчас, наверное, на финише еще сразу стрейфить, 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 хорош, хорош good demo good demo, sorry так, 28.8, вообще плотно, skyx, плотно стелят фраерки, так сказать, очень плотно стелят так, хороший стрейф на старте, вообще хороший стрейф сразу, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот так и надо, да типа минус джамп получается условный, только пострейфить надо чуть получше, а так вообще отлично, вообще превосходно восхитительно, потерял скорость, теряешь скорость, и надо мышку переставлять, это чуть-чуть помягче, так сказать ну нормально, все, правда, в конце не очень хорошо простряхнул, так все хорошо 28.3, а чит, а чит это, наверное, ацит да, это ацит, ацит, который ацит привет, ацит, какая гнила так, тоже а лото в скорости, но недостаточно много, добрал 1500 так, поворот, хороший, попал на рампу, 1600, подстрейф этот опять же был лишний, а лучше в данном случае подстрейфливать тогда в другую сторону то есть вы, оба два, я не помню кто именно, так, не прыгай кто, в мук точку, да, а, джазгеймер, по-моему, и вот от ацит вы подстрейфовали в правую сторону, и вам потом поворачивать вправо я понимаю, что возможно так удобнее просто, просто удобнее но гораздо эффективнее будет подстрейфить в левую сторону чтобы потом без каких-либо затруднений и начинать поворачивать вправо то есть стрейфя в левую сторону вам особо ничего не надо выравнивать в плане своих там так сказать позиционных моментов чтобы не потерять скорость поэтому вы можете просто сразу начинать поворачивать и все в основном вот ну, я думаю, мы посмотрим так, москаль, четвертое место москаль давай, москаль, давай так, широкий немножко старт я думаю, это все делается ради спейсинга под даблджан да, почти так, 1300 здесь почти здесь 1300 хорошо и здесь даблджан и 1500 и здесь поворот хороший, да? да, хороший поворот не подстрейфливал все верно ну, что скорость уже много там уже не до подстрейфливания и 1800 не добрал москаль минус уже не так сказать топ-3 анемит поздравляю тебя анемит ты кто? с фракиром играет сенса очень низкая так, анемит это степан я все посмотрел у меня есть база данных всех игроков так, здесь без даблджанпа видимо под спейсинг на даблджанп здесь но это видимо не очень критично хороший поворот тоже попал на эту на рампу и сразу стрейфить вот, вот сразу стрейфить и добрал нет, не добрал потерял в конце скорости чуть-чуть но ну, да ладно ну, фрейм разница блин, я не знаю у москаля вроде по траектории получше но, судя по всему по скорости в каком-то моменте хуже стало а у степана по траектории чуть-чуть похуже а по скорости получше так, TheKent 27.9 привет, TheKent что ты там вернулся так сказать женечка сразу у Хокса теснит сейчас чихну, ребят нормально скорости, конечно, меньше чем у оппонентов так сказать чихнул за кадром нормально в конце мог бы и получше конечно по стрейфить но не хватает что-то не хватает и Хокс как-то слабенько получается всего сотка разница поздравляйте TheKent с вторым местом Хокс первое как-то слабенький какой-то третий прыжочек там был совсем не попал ну скорости, конечно, много а здесь ты что будешь делать? ну срезал скорость об стену нормально и сразу стрейфить и 1800 добрал не знаю мне кажется у вас что-то что-то не то вы делаете короче у меня какое-то ощущение знание мои ощущения меня на FVC по крайней мере не подводили что что-то не то по роуту и здесь я тоже вижу что прям что-то не то что-то упустили ребята но ничего страшного так что у нас по ой что у нас по так сказать картинке в целом в целом все неплохо сербику скипиш получают минус skyxker получает минус радиокал получает 1 рейтинга ничего страшного очень страшного хокс хочет наверное обогнать дональда глхф так сказать ну и все ребят все в общем то видите демок много 32 демки цпм 20 демок вк3 в итоге обзор час в целом не очень прямо долго но честно вот это вот по минуте почти это смотреть вообще не хочется поэтому давайте договоримся варианты либо я смотрю топ-15 если демок много либо я смотрю топ-10 если демок много вот потому что блин надо как-то мы так сказать уже люди не маленькие у всех свои дела и мне реально иногда просто в падлу писать сидеть час этот обзор полтора часа а учитывая что это надо сделать картинку залить видос там покопировать изменить описание там скачать демки даже грубо говоря там проверить запись то да сё то есть это у меня полчаса приготовления а часто обзор а если еще полтора часа обзор будет как на прошлый там стрейфовый ну короче вы поняли все давайте ребят всем удачи всем спасибо пишите в комментариях что думаете по поводу просмотра большого количества демок точнее небольшого количества демок вместо большого всем спасибо за участие фаркир вообще порадовал молодец джастгеймер красава москаль не дожал слабенько хокс по роуту промахнулся мне кажется либо по скорости где-то да не дожал и вовка в уку 3 топ 4 всегда приятно ну в общем то все всем спасибо и максвелл где халфбит максвелл максвелл халфбит максвелл 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 максвелл